здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео представляю вам обзор и отзыв книги виталия трофимова трофимова империум руководство по основанию фамильного дела зачитаю аннотацию к книге в современной семье невозможно не скопить влияние и богатство не передать его детям только 30 процентов предприятий более-менее успешно управляются вторым поколением только 3 процента третьим в современном мире практически всегда за великими предками идут слабые и неспособные потомки большинство бизнесов в россии являются сиротскими такими которые ни у кого не были унаследованы и такими которые никому не будут унаследованы это бизнесы которые распадутся или будут проданы при жизни их основателей если кто-то из них и захочет передать свое дело детям вряд ли из этого что-то выйдет такие бизнесы просто непригодны для передачи следующим поколением меж тем в мире существуют фирмы которым много веков и они управляются одной фамилией их современные руководители прямые потомки основателей в какой сфере стоит создать бизнес как накапливать человеческие интеллектуальные репутационные финансовые капиталы что делать чтобы дети продолжили начатое вами дело на эти и другие вопросы автор отвечает в книге теперь пройдемся по оглавлению книги главы носят название на латинском языке я буду произносить название а внизу в субтитрах укажу перевод и так предисловие называется фамильное дело первая глава хит сунд дракон из построенные действительно навечно трудовые династии кумулятивный эффект фамильное дело и фамильный бизнес сиротский бизнес правила комплектации владелец или директор имя фирмы фамильное образование вторая часть эфрукту арбора когну сектор стадии фамильного дела лорд рыцарь и алхимик бизнесы благоволящие фамилии горизонтальные и вертикальные фирмы совет фамилии конституция фамилии и ее дело фамильный офис фамильная собственность преемники и наследники поток времени третья часть суп спеси айтернателис суверенность правило на правах исключения суверенная власть мораль господ что же представляет собой мораль господ мир без господ фамильное тело регенерация фамильного тела еще раз о родственниках эпилог и благодарности автор виталий трофимов трофимов продолжает знакомить нас с фамильным подходом к делу в первой книге которую мы разбирали в прошлый раз по этой теме этого же автора которая называется фамилия руководство по учреждению собственной династии автор вводит нас в понятие что такое фамилия и чем фамильные люди отличаются от без фамильных чем семья отличается от фамилии и автор говорит о том что в его понимании фамилия это фамилия романа то есть романская фамилия такая какая она была в римской империи когда у этой фамилии был отец который нес так называемый патрия потестас то есть права отца и у этой фамилии было то что сейчас принято называть фамильным гнездом то есть дом имение и на границе этого дома за дверями этого дома внутри этого имения прекращали действовать законы римской империи и какие-либо права императора сената сенаторов и так далее и начинали действовать права фамилии романа в книге империум руководство по основанию фамильного дела автор идет дальше он рассказывает о том что существуют такие фирмы которые работают до сих пор которым больше тысячи лет а некоторым фильмам некоторым фирмам 1200 1300 лет они были основаны еще в трехзначных годах нашего века в основном это фирмы японские например один из древнейших он сынов в японии был создан если я не ошибаюсь где-то в семисотых годах не в тысяча семисотых а просто в семисотых годах а наши эры и он существует до сих пор и этим этим он сыном управляет та же самая семья или как говорит автор этой книги фамилия и передается из поколения пока ли в поколение не только собственность но и правила обслуживания гостей правила содержание в чистоте и порядке технология взаимодействия этой фамилии с мира и автор на странице своей книги приводит список фирм которым больше 400 лет и он тратит на это достаточно большое количество страниц и дает нам возможность ознакомиться с хотя бы с названиями этих фирм чтобы если мы захотим если кто-то захочет создать свою фамилию он сможет обратить внимание на эти отрасли в которых работают эти фирмы а также изучить их из историю посмотреть как у них устроена дело если конечно такая информация сохранилась до сих пор говорит нам вот начиная вот с этого разворота на правой странице начинается перечисление этих фирм и автор делит эти фирмы на пять групп фирмы которые основаны до 1300 года фирмы основанные с 1300 по 1399 год фирмы основанные с 1400 по 1499 год с 1500 по 1599 год и с 1600 по 1699 год фирмы моложе 1700 года то есть несмотря на то что им уже больше 300 лет автор в расчет не берет и таких фирм довольно много особое внимание автор уделяет тем фирмам которые существуют с 1300 года и ранее и их не так и много и в основном это японские отели такие как я один из примеров я выше привел называется этот он сын нишияма он сын кейюн кан коман хоширю кан и так далее то есть в основном это японские отели и европейские отели немецкие в основном и следующая следующая большая отрасль это производство алкоголя вино которое производит в германии компания штафельтер хоф с восемьсот шестьдесят второго года или шато де голайн это франция с однотысячного года на третьем месте по живучести оказались бизнесы из отрасли ресторанов и пабов здесь фирмы представлены практически со всего света это австрия словения швейцария и другие и в списке также есть три японских кондитерских основанные в одна ты тысячном году с 1177 по 1180 это вторая кондитерская и в тысяча восемьдесят четвертом году то есть достаточно достаточно большое количество фирм сохранились фамильных фирм сохранилась более девятиста лет а автор в книге говорит что такое сохранение и передача по наследству требует определенной структуры как вначале возьмем более простое слово семьи то что но потом мы объясним почему это слово нельзя использовать семьи и одновременно структуры бизнеса и подходов к ведению дела далее автор говорит что следует различать фамильное дело и фамильный бизнес если в английском языке допустим у нас есть слово бизнес она может переводиться и как коммерческое предприятие и как допустим дело жизни но в английском языке есть еще другое слово мишин который обычно на все остальные языки переводится как миссия например у коноски мацуситы есть в переводе на русский язык миссия бизнеса но автор трофимов трофимов он рекомендует разделять и на русский язык переводить английское бизнес как бизнес то есть семейный бизнес то есть это какое-то производство отель или услуги и так далее а миссия фамилии это фамильное дело это что-то большее чем просто зарабатывание денег и он приводит примеры в своей книге что бизнесом фамилии может быть допустим банковское дело а фамильное дело может быть допустим сфере образования когда каждый наследник каждое следующее поколение обязательно отдает какую-то часть с прибыли с фамильного бизнеса в развитие системы образования в той стране в которой этот бизнес зарабатывает такой пример приводит также фамильным фамильные бизнесы могут изменяться от поколения к поколению допустим 100 лет назад это могло быть банковское дело 200 лет назад это могло быть производство но фамильное дело остается допустим как я уже уже сказал допустим образование вклад в образование в той стране в которой фамилия зарабатывает это может быть фамильным делом и или как в англоязычной литературе это называется миссией фамилии и обозрев различие между миссией бизнесом и представив список существующих фамильных бизнесов по всему миру которые живут более трехсот лет автор переходит к тому почему собственно нужно смотреть в сторону создания фамилии и фамильного дела как основы для существования в нашем мире и он затрагивает такие вопросы как фамильное образование как передать внутри фамилии те знания которые были накоплены предками не только в деле не только технологии в бизнесе как вести бизнес но и технологии передачи власти от старого отца к новому отцу как передавать технологии передачи самих знаний как накапливать знания какие знания накапливать в каком объеме как их сохранять и так далее и автор в какой-то момент начинает критиковать существующие подходы к всеобщему образованию государств к подходам к регулированию со стороны государства семьи и что приходит к такому выводу что чем слабее государство тем сильнее фамилия и наоборот чем сильнее государство тем слабее фамилия сейчас мы можем видеть на примерах практически во во всех в кавычках цивилизованных странах что на тысячу браков приходится семьсот восемьсот девятьсот разводов то есть семья в том виде в котором мы ее знаем последние допустим сто лет она себя изжила и что нельзя в существующей структуре семьи скопить богатство знания передать эти знания потомкам сохранить фамильное дело и каким-то образом упрочить свое влияние в мире только лишь в внутри фамилии а опять же автор приводит такой пример что у него есть знакомые где отец фамилии Патрия как он пишет по-латински по-латински Патрия он строит свою фамилию с невесткой и с еще в общем они вот эти трое они друг другу не родственники эти три человека и он говорит что для фамилии это нормально то есть не обязательно принимать внутрь фамилии а внутрь фамилии именно принимают своих родственников кровных допустим сестер детей племянников и так далее что можно построить фамилию и с скажем так не родственниками такое тоже такое тоже допускается под конец этого отзыва я приведу одну цитату которая будет небольшая на одну страницу в чем разница в отношениях со временем у фамильных и бесфамильных фамильные живут в другой астрономической размерности времени кто-то предпочитает считать это состояние евангелической любовью автор называет это состояние суверенностью не имея возможности выстраивать отношения с вечностью обычный человек увлекается оптимизацией вечного настоящего и увлекается всякими способами сверх эффективизировать каждую секунду своей жизни всегда интересно наблюдать как человек бьется за свободное время и вдвое интересно это делать если предположить что больше всего он боится того что это свободное время у него когда-нибудь появится он огораживает себя от токсичной субстанции свободного времени и герметизирует места его прорыва в свою повседневную жизнь он городит заборы и барьеры рутины и если такой прорыв случается он пытается обвинить другого в появлении у него этого свободного времени у самых сообразительных на такой случай есть специальный список дел в кавычках которые он долго откладывал кавычки закрываются базовая метафора здесь свободное время это неудобство и мусор подлежащий утилизации ровно по этой причине мы таскаем пакеты с едой из магазина затеваем уборки бьемся за высокие показатели на работе беря ее на дом и самым разнообразнейшим образом прокрасти и самым разнообразнейшим образом прокрастинируем и если где-то в зазоре между всеми этими делами у нас появляется свободное время то тут же топим его в просмотре сериалов средней интересности чтобы уж точно не посвятить себя битве за новое измерение себя и наоборот в фамильных средах мы видим борьбу за свободное время и превращение всей рутины в готовые мифоритуальные решения когда же мифоритуальный туннель дает течь фамилия начинает постепенно выпадать из истории а обратно в повседневность и это сопровождается внутренними конфликтами и недопониманием мы упомянули в этой цитате так называемые мифоритуальные туннели мы их обсуждали в отзыве на книгу фамилия Виталия Трофимова Трофимова под уже завершение этого отзыва хочу поделиться общим впечатлением от прочитанной книги очень понравилось автор далее продолжает развивать свою тему фамилии фамильного бизнеса фамильного дела говорит о том что если человек хочет чтобы его дело продолжалось в века и чтобы его опять же семья в кавычках я целенаправленно не стал сравнивать семью и фамилию в отзыве я вам рекомендую все-таки взять эту книгу и прочитать ответ в ней непосредственно в первоисточнике и пробив ритуальные туннели мы разговаривали в предыдущем отзыве на книгу фамилия того же автора можете посмотреть его по ссылке в описании я благодарю вас за то что вы досмотрели отзыв до конца подпишитесь на канал поставьте лайк поставьте колокольчик уведомления чтобы быть в курсе новых видео желаю вам всяческих успехов и до новых встреч